Дубль 2. У меня прекрасная манира записывать, не записывая. Так, уже не буду долго, уже коротко. Не буду уже пояснить, что ждарка. О чем отзыв этого... Ночь Бригитты, свечи и прожигание, очищение, политического символа прожигания и так далее. О чем это было? Что это? Как это вид политора? И сразу страшный суд. Ну, это хорошо. Это исцеление в любом случае. Катарсис и очищение. Это исцеление родовых сценариев, это много чего. Страшный суд, отшельник, король мечей. Блин, я так много об этом только что говорила, это важно, не хочу. Король мечей, справедливость и разбитая сердца. Это о целом сценарии, о выборе, об окончании этого сценария, о закрытии герстактов, корнических уроков, связанных с треугольниками, несчастливыми, неудачными, семейными сценариями, взаимоотношениями, отмечательствами третьих лиц. Болезненно проживаемым опытом. Все это на ментале. То с мечей. А тут все с мечами. Кроме отшельника. Переосмыслание, кстати, этого опыта. Выбор своего пути. Вы можете, как я не люблю, дважды говорить это все. Значит, здесь и родовые сценарии с холодными мужчинами, может быть, партнерами по браку, может быть, какие-то разборки там и все остальное. И треугольники, и прохождение этого опыта. Болезненное проживание этого сценария. Все это идет в исцеление. В поворотный момент. В обратный. Ну, исправление этой ситуации. Это об этом. Смене и приоритетов, и сценариев, и образа мышления по мечам. Если совсем коротко. На дне, я не решала, на дне одна и та же карта. Я дальше не схватила. Шутка, к которому еще и крадила мечей. Десятка жезлов. Десятка мечей. Ого! А я вот тут не открывалась. Десятка мечей. Кто жезлов? Кто песничий? Двое-ка жезлов, трое-ка пентаклей. Ну, такое. Так. Обнуление. Осознание этого опыта. Тяжелого опыта. И с другой стороны, обретение опыта. Как обнулить тяжесть. Так, ладно. Еще и дьявол, как-то перемешался в дьявол. Ух ты, как красиво. Вот это я взяла колоду, положила половину, уронила уже, но. Убирая колоду, на тройку мечей я еще и дьявола положила. Может, не зря второй раз записываю. Так, значит, все вот эти вот истории веселенькие с тройкой мечей, дьяволом, все это исцелялось. Хорошо. Зависимость, созависимость, болезненные отношения, выбор контрзависимости. В зависимости, потому что выбор холодных партнеров, одиночек, пусуки. А, лапусик, ты там кого сейчас трепаешь? Один арканулетела к коту. Он сейчас не разбирается. Сейчас посмотрим, что это было. Так, значит, у каждой мечей есть свои царские. Они заключаются в том, что любить-то они могут, но они очень безумно боятся этого. Уходят в ментал, уходят в свои комплексы. Боятся демонстрировать эти чувства. Но, в общем, это извращенная любовь, назовем это так. Чувства не текут, они проходят через ментал. А это значит, они искажаются. Они мучают самого человека, он мучает всех остальных. Ну, в общем, такая вот иранда получается. Очень продуманные, очень холодные. Их он называет часто холодными. Металлические такие люди. Так, кстати, еще и программисты, работающие с мечом. Ну, с этими, с металлом люди. Но закрытая анахата, она все равно требует выхода в открытие. И кармические по справедливости они всегда притягивают такой опыт для эволюции. Как правило, очень болезненно его проходят. У них есть такие неудачи. И потом начинаются залипания в это дело, страхи, болезненно проживаемые, болезненные опыты. Вот это вот, осознаваемые по тройке мечей. В общем, набор классический. С ментальными этими всеми раздвоениями, раздвоениями, расстроениями, популярочками и всю историю. Так, хорошо. Это второе. Где он там делает? Это про что это? Это отжигание. Ну, там примерно о таком я и говорила. Что это дает к матревшим? Туз мечей и туз жезлов. Набор новых знаний, новых концепций. Тем более, там десятка мечей было тоже. Окончание старых сценариев и паттернового мышления и идеи старых. Ну, в общем, старых ментальных конструкций. Паш Мечей, значит, набирает информацию новую. Паш Жезлов. Это новый импульс. И считает два туза. То есть, мечей тоже. А про другое поведение. Про более-менее пылкое. Потому что король мечей, в принципе, он может его прорвать. И он зажимается-зажимается. Может сильно влюбиться. Ну, короче, он еще не сбалансирован. Хотя это один из самых структурированных в плане мышления товарищей. И обычно вот есть такая расхожая фраза, что короли мечей единственные, кто могут ментально продумать концепцию, выстроить ее, а все остальные короли ее воплощают. Ну, здесь структуратор, который все это в материи воплощает. Король Пентакли, мир и тройка жезлов. Так как тут мир. Это целый мир новой энергии от мужчин. Но это еще и может быть одним из слоев, потому что Таро показывает все сразу. И, и, и они или, или. Что-то просто видимо, что-то невидимо. Это вот и инфантильность. Вместо короля Пентакли. Ну, две другие энергии человек проявляет, но в каком-то зародышевом состоянии. Окончание этого и новые горизонты. А также сценарии, там у нас тройки были. Сценарии по треугольникам. Несерьезные эти отношения. И для отношения с женатыми, или имеющими детей, товарищами, все это тоже заканчивается. Опыт этот заканчивается. И начинается новый. Какие-то травмы детства, если мужчины смотрели тоже по пажу мечей. И даже сексуальное насилие в детстве. Одному из товарищей это подойдет. Ну, из тех, кто я знаю точно, что просмотрел. Так. Теперь. Один. Да, я уже половину потеряла. Карта не упала. На дне был везде шут. Значит, обнуление пусть в новый опыт. Ну, как бы новый цикл идет. Новый опыт души. Лично мне что это давало. Тройка чаш. Тройка чаш. Мечей. Императрица. Тоже многослойная информация. И родовые истории с треугольником. И третьими лицами или ревностями жены к таким вот похождениям мужей уходят. И это какой я была, кстати, до поражения. Это если мы говорим про первый ряд и про страшный суд, про родовые сценарии, исцеление вот этих вот повторов в роду. Или тех сценариев, которые в детстве взял, то это про вот эти. Вот у кого-то это будет выпивка. У меня в роду такое было опоя корма. У кого-то это ревность. Да, тоже применимо. И просто доказать, если, допустим, нет опоя корма, хотя я с таким сталкивалась, допустим, человека по-легкому воспринимают на хихи-ха-ха или для развлечений, как русалку или еще что-то, а ты доказываешь, что, собственно говоря, меня ценить надо. Я намного более ресурсный, уважаемый человек, и я себя воспринимаю по-другому, и мне есть что дать. Я не просто для увеселений и не эскортник. Да, эскортник, эскортник. В общем, ну, и доказательства такие вот на уровне внутренней агрессии или просто, ну, вспыльчивости, аж чего-то такого, или терпишь-терпишь, потом зарывешься. Что после прожжения из этой серии, что это мне дала лично я, потому что я каждого отдельно буду смотреть на достаточность, то есть, а что бы я кому-то что-то доказывала, как всегда. Но на уровне, там, ментальном я уже никому ничего не доказываю, а подсознательно, вероятно, это раздражало. У меня лично это точно проигрывается, что меня удивляет периодически, что, наверное, от того, что я веселенькая, люди считают, что меня надо мало уважать. А, или не понимать, кто я. Значит, девятка Пентагли, девятка Жезлов и Солнце. Старший Аркан есть, умение держать свои границы, самодостаточность. Ну, вроде это все и было, но вот без рыцаря, без ничего, и сияй, свети, иди дальше. А, скорее всего, отжегся вот этот подсознательный сценарий из детства, потому что Шуджина, например, из детства, и того, что увидела в материнской линии, в материнском родном, из того, что сама в течение жизни проживала, и вроде бы мне оно по барабану, но вот тут написано, что отожглось, и к треугольникам это имеет отношение, и к поверхностности. И я, кстати, тройку чаш часто читаю, как, ну, я ее сама проживала, не как какую-то деструктивную карту, а как соединение туза чаш и двойки чаш, то есть рождение из любви третьего чего-то ребенка, там, чувств, когда двое слились, ну, действительно любовь настоящая, праздник, легкость, окрыленность, крылья, ну, у кого-то бабочки, у меня крылья обычно за спиной, ну, тогда просто тоже бой за более структурное состояние и другой статус, а не только чтобы постоянно, только чувствуя ничего, тут все вокруг этого, что переходить в Пентакли надо и так далее. На земле эту ценность проявлять, не паразитировать, не использовать ресурсы других людей, чтобы два партнера уважали друг друга, а не использовать. Но мне понравился результат, мне понравился. Субтитры сделал DimaTorzok